Всем привет! Кто не смотрел мои предыдущие видео, я являюсь владельцем BMW F30 с мотором B38. Это бензиновый трехцилиндровый мотор, про который, кстати, все блогеры пару лет назад говорили, что этот мотор один из самых надежных моторов BMW, по крайней мере, которые выпускались уже после 2015 года. Оказалось, что на этих моторах проблемное место не сам мотор, а турбина. А турбину я все-таки отношу к мотору, потому что без этой турбины, можно сказать, нет и мотора. Турбина тут стоит Continental в алюминиевом корпусе. Этот корпус является одним целым с корпусом выпускного коллектора. То есть корпус выпускного коллектора и корпус турбины – это одно единое целое. Турбина охлаждаемая, через нее проходит охлаждающая жидкость. Алюминий этой турбины, выпускного коллектора, не выдерживает высокие температуры и просто в какой-то момент лопается. Что и произошло у меня. Выпускной коллектор лопнул на этой машине. А когда лопается выпускной коллектор, соответственно, можно сказать, сломана турбина. Отдельно корпус турбины, то есть выпускной коллектор, отдельно не продается. У меня эта проблема случилась на пробеге 146 тысяч километров. Я начал обращать внимание, что когда я завожу машину, у меня появляется дым из глушителя. Что до этого такого не было. Ну и это, я считаю, непозволительно для BMW, чтобы на пробеге 146 тысяч километров у тебя машина просто дымила по утрам. Но это было только по утрам. И я выложил вот это видео в интернет. Кто-то написал все, приехал на капиталку, кто-то, кстати, попал в точку. Посмотри, охлаждающая жидкость, если она уходит, это значит у тебя охлаждающая жидкость уходит в турбину. Тут суть такая, когда как раз таки лопается выпускной коллектор, жидкость, охлаждающая жидкость, она не уходит куда-то наружу. Она не капает у тебя снизу под машиной. Вся жидкость начинает уходить просто в глушитель. Просто уходить в глушитель. Она там будет либо сгорать, если уже очень много течет, то, наверное, будет выходить из глушителя. Есть два способа решения этой проблемы. Я, можно сказать, решил эту проблему свою по сложному пути, по второму пути, скажем так. А есть первый путь решения. Это как положено, поменять все запчасти на оригинальные, на новые. С данной проблемой столкнулись уже очень много автовладельцев. Кстати, отмечу, мотор на этих машинах, кто не знает, стоит продольно. Например, в отличие от X1 или X2. И у меня есть подозрение, что именно на этих моторах, которые только стоят продольно, эти проблемы просто глобальны. Вот, я сегодня в гости позвал человека, который уже, как я и говорил, столкнулся с данной проблемой. Евгений, прошу в кадр. У Евгения такая же машина, как и у меня. 318i, вот она там стоит. Машина 2015 года, пробег 112 тысяч километров. Ну и Евгений, давай расскажи нам. Всем привет. Как сказал Радик на данных автомобилях, после середины 2015 года произошел рестайлинг, и моторы N-серии сменились на моторы B-серии. Сегодня я вам расскажу о том, как я столкнулся с проблемой, как у меня вообще проявилась данная проблема, с чего все это началось. Купил машину, каких-то проблем особо у меня не было. Я ездил до лета. Впервые летом у меня вышла ошибка на бортовом компьютере о том, что низкий уровень охлаждающей жидкости, пожалуйста, долейте. Я почитал в интернете, что данная проблема какой-то серьезной не является, так как статистики по мотору и по турбине еще не было. Я приехал в ТТС, сказал, что у меня вот такая-то ошибка, на что они сказали, что это нормально. Двигатель, он горячий, он нагруженный, и система охлаждения использует антифриз, концентрат, плюс воду дистиллированную. То есть жидкость в бачке находится в соотношении 50 на 50, то есть плотность соблюдается относительно других машин, если там просто заливается антифриз. Здесь идет концентрат BMW-шный плюс вода. Мне сказали, что вода выпаривается со временем, двигатель горячий, и это нормально. Следи за уровнем, засекай пробег. Если жидкость будет уходить, приедешь еще раз. Приехал еще раз, когда у меня вышла эта ошибка, мне сделали опрессовку. Опрессовка стоила в районе 2000 рублей. Давление опрессовки показало, что все нормально. То есть система герметичная, система исправна. В феврале, получается, 2020-го, я приехал на плановое ТО, сказал, что у меня все равно выходит эта ошибка, я периодически доливаю. Еще раз мне сделали уже бесплатную опрессовку, посмотрели, все было в норме. Ну, я сам стал искать решение этой проблемы уже на форумах. На одном из форумов я наткнулся на комментарий о том, что, скорее всего, это могла приехать турбина. То, что она перегревается, лопается корпус турбины, и там образуются микротрещины, в которые просачивается жидкость. Сначала она идет не так сильно, поэтому она может быть раз, либо в два-три месяца понижаться уровень в бачке. Со временем трещин становится больше, и, соответственно, заливать приходится еще больше. Сняли катал, просветили эндоскопом, и там картина была для меня не самая радостная, потому что, когда стали эндоскопом проводить исследования, просветили, то есть вся турбина внутри была залита охлаждающей жидкостью. Просветили дальше в катал, он уже провалился, то есть надо менять турбину и катализатор в сборе. При езде у тебя что-то поменялось? Какие-то дергания? Нет, у меня единственное, что было, по утрам, когда заводишь машину, скакали обороты. Когда мне сказали, что надо все менять, сказали, что можно сделать куланс, попробую сделать, потому что машина не на гарантии. По поводу куланса, сейчас вот отступление кое-какое сделаю. Если ты машину BMW обслуживаешь даже после гарантии у официального дилера, у них есть, у BMW есть такая программа, программа куланса, то есть они тебе могут одобрить какую-то скидку на запчасти по-разному, 30%, 50%. Бывало такое, что полностью меняли бесплатно турбину. Ну, по крайней мере, я это читал в интернете. Не знаю, насколько это правда, но я думаю, это может быть правда. Ну вот, мне сказали, что вообще может быть несколько вариантов развития событий, то есть, либо поменять по гарантии, попробовать его по кулансу, они согласуют, так как я ездил, ну, в ТТС я ездил, менять масло, я менял сайлентблоки в ТТС, я, ну, в общем, обслужился. Такой мелкий, в общем, ремонт. В общем, они сказали, что можно попробовать. Я согласился, посчитали, отправили запрос, где-то через 3-4 пришел от БМВ ответ, что они готовы 50% возместить. Сумма... От, от запчастей, не от работы, правильно? Я сейчас точно не помню, но, по-моему, да, от запчастей. В общем, по стоимости у меня вышло в районе 150 тысяч, это как раз уже со скидкой, то есть это все вместе, это работа по замене турбины, катализатора, там, вместе с турбиной, с катализатором надо менять разные шланги, маслоподводящие, патрубки и все такое. Гарантия на новую турбину и на катализатор 2 года, то есть если в течение 2-х лет у меня турбина опять лопнет, то они поменяют ее уже бесплатно. Появилась ошибка, делайте опрессовку. Если система герметичная, сразу делайте диагностику с помощью эндоскопа, не жалейте денег, потому что в последующем придется потратиться гораздо больше. Целую машину мне нравится, она меня устраивает, но если бы я до покупки знал о такой управлении, я бы, наверное, лучше бы купил двухлитровый мотор, либо дизель, либо бензин. Насколько они дороже стоили в то время, когда покупал? Ну, если честно, я не смотрел даже ценность, сколько стоит, потому что этот вариант был единственный. Мне его, так скажем, даже по знакомству предложили, потому что даже люди, которые мне посоветливают, потому что я раньше сам в ФТС работал, вот, они, ну, никто об этой проблеме не знал, потому что я, можно сказать, один из первых, вообще в Казани, кто такой проблемой вот именно вот так на личном опте столкнулся. Ну, в заключение, что хочу сказать. Почему турбина вообще лопается? Почему она работает? Почему двигатели турбины работают на высоких температурах? Есть определенные экологические нормы. Выхлопные газы должны содержать определенный уровень углекислого газа, выброса в атмосферу. И инженеры BMW сделали свои двигатели, настроили их так, что они работают на высокой температуре, и турбина стоит рядом с катализатором, чтобы все вот эти выхлопные газы все вредные выбросы в атмосферу не сжигались. Я бы, конечно, все-таки посоветовал, если вы хотите купить BMW, у вас есть выбор, то лучше покупайте двухлитровую машину, либо бензин, либо дизель, потому что потратите много времени, нервов и денег на устранение проблем, с которой мы с Радиком столкнулись. Спасибо вам за внимание, спасибо Радику, что пригласил на съемки. Тебе спасибо, Женя, что пришел. Ну а теперь, друзья, способ решения моей проблемы, если так можно сказать, потому что забегая вперед, я скажу, что она не совсем решилась, точнее, решилась не совсем удачно. Летом, когда у меня был пробег 146 тысяч, как я уже говорил, я увидел дым. Этот дым появлялся только по утрам, буквально там полминуты машина поработает, все, дым пропадает. Я начал после этого смотреть за уровнем охлаждающей жидкости. Спустя, наверное, недели две, может, три, я начал обращать внимание, что жидкость тихо-тихо начала уменьшаться, убавляться. Первый месяц, наверное, я вообще ничего не доливал еще. Второй месяц, я, наверное, долил, ну, не знаю, пол-литра, может, литр долил. Но уже осенью я начал литр охлаждающей жидкости доливать не месяц-литр, а уже начал доливать каждую неделю по литру в неделю. Я поехал в ТТС, я уже был знаком с Женей, Женя мне уже рассказывал свою историю, я уже на 90% был уверен, что это турбина, и эту турбину нужно ремонтировать. Поехал в ТТС, сказал, что у меня уходит охлаждающая жидкость, забрали машину на диагностику, 4 часа что-то диагностировали, я сейчас не помню, что они смотрели. В общем, я оплатил 1650 рублей за диагностику, ничего не выявили, единственное, мне мастер сказал, надо снимать катализатор, стоит эта услуга 7500 рублей, я приехал, они мне наконец-то нашли где-то что-то охлаждающая жидкость, она текла там, где я и думал, выпускной коллектор, они мне отправили фотографии, они отправили фотографии турбины, отправили фотографии катализатора, вердикт, нужно менять турбину, нужно менять катализатор, все это стоит очень дорого, сами вы знаете, по рассказу Жени, в общем, мне выставили счет, я решил пойти по такому же пути, как Женя, сначала, отправил запрос на Куланс, с Куланса мне приходит ответ, мне делают, представляете, мне делают также 50% скидку, хотя я в том сервисе менял только два раза, по-моему, масло, ни фильтра, ничего, только масло по акции, кстати, масло по акции поменять стоит 4000 рублей, это с фильтром и с маслом, ну и работа, естественно, мне одобрили Куланс, 50%, и в итоге у меня в районе 150 тысяч рублей все это, про все должно было выйти, так же, как и у Жени, но мы же не ищем с вами простых путей, я начал копаться в интернете, кто как решает проблему, оказывается, есть такие компании, которые знают про проблему этих турбин и восстанавливают корпуса этих турбин, турбина у них стоит 45 тысяч рублей, они тебя отправляют турбину, но если ты им отправляешь свою турбину, они тебе 10 тысяч возвращают, и получается не 45 тысяч стоит у тебя турбина, а уже 35 тысяч рублей, я думаю, поменяю чисто турбину, и все, забуду про это, даже нашел в Казани турбину подешевле, тоже человек занимается турбинами, он мне продал турбину за 33 тысяч рублей, если я возвращаю свою турбину, он мне получается 8 тысяч возвращает, и турбина мне обходится в 25 тысяч рублей, я сейчас поставил вот эту турбину, которую взял у человека, свою турбину, я отдал, плюс, я еще купил прокладки, резинки, болты, ну и так далее, увидите на экране, сколько это стоило в районе 5 тысяч рублей, и 5 тысяч рублей у меня взяли за замену турбины, плюс, я еще купил 3 литра охлаждающей жидкости на доливку, ну и купил дистиллированную воду, но не тут-то было, опять же, не все так просто, друзья, когда я оставил машину на замену турбины, я делал все это в обычном частном сервисе у своих знакомых, оставил машину, они мне звонят, у тебя разрушается катализатор, катализатор либо давай вези новый, либо этот катализатор нужно удалить, и свози куда-нибудь, удали катализатор, продай, еще что-то сделай, мне это уже не хотелось сделать, так как машина разобрана, мы нашли просто компанию, которая приезжает вырезает тебе катализатор, ты либо оплачиваешь 12 тысяч рублей за эту работу, они тебе прошивают евро 2, кстати, они мне также и прошили евро 2, либо ты им отдаешь свой катализатор, я выбрал второй способ, я не хотел заморачиваться, я отдал им просто свой катализатор, хотя мой катализатор, он стоит дороже в районе 18 тысяч рублей, я потому что звонил в компании, мне предварительно по телефону, по крайней мере, оценивали, это примерно 18 тысяч рублей, в общем, приехал человек, удалил катализатор, прошил на евро 2, приехал забирать машину, все, она работает, жидкости удалили даже больше, чем надо, я потратил, получается, 25 тысяч на турбину, 5 тысяч за установку турбины, примерно 5 тысяч рублей на всякие резинки и так далее, на следующий день, когда я заводил машину, когда открыл капот и посмотрел уровень жидкости, у меня жидкость опять стала меньше, недели две я уже катаюсь, я вам сейчас покажу, сколько сейчас на сегодняшний день жидкости, в общем, подозрение такое, что эта турбина такая же неисправная, как и у меня, я уже пару недель катаюсь, я еще ни разу не доливал, но жидкости становится все меньше и меньше, я уже вчера ездил к тому человеку, который мне продал турбину, у него моя турбина, я как раз свою турбину ему отдал, и мы с ним договорились так, что он восстанавливает мою турбину, мы эту турбину вместе проверяем, и потом я уже устанавливаю себе затраты, возможно, он мне сделает скидку на установку и на всякие прокладки, резинки, болтики. Кстати, после удаления катализатора появился неприятный звук, я думал, когда удаляют катализатор, обязательно ставят вот эту хромированную трубу, кто смотрел видео с родимым, у него как раз таки уже был удален катализатор, и у него там стояла красивая хромированная труба, а тут у меня удалили катализатор, получается, его просто вырезали, вытащили оттуда катализатор и обратно приварили ту же самую трубу, и получается, при разгоне у меня сейчас появляется какой-то металлический звон, не могу сказать, что он сильный, возможно, те, кто не ездил на этой машине, они могут и не заметить, но так как я ездил на нормальной исправной машине, я этот звон замечаю. Решение моего вопроса стоило вот столько, у Евгения стоило столько, но, друзья, у Жени на два года есть гарантия, а у меня гарантия никакой, это раз, во-вторых, у меня по экологии машина уже не проходит, тут не евро 6, тут евро 2, я по сути даже не могу, наверное, техосмотр сегодня пройти, хотя бытует такое мнение в интернете, опять же в интернете, что если удалить катализатор, я почему пошел на этот шаг, на удаление катализатора, легко, термонагруженность падает, и турбины живут уже долго. Еще один момент, друзья, у меня появилась какая-то детонация мотора, это появляется после того, как мотор уже прогревается, когда я целый день езжу, когда мотор прогрет, появляется какая-то по тахометру, это не видно, но есть какое-то подергивание, это бывает и когда и на месте стоишь, бывает, когда в пробке там тихонечко едешь, на высоких оборотах это никак не проявляется, я не знаю, это связано ли с тем, что уходит у меня охлаждающая жидкость, я ездил к неофициалам на днях на компьютерную диагностику, они мне сказали, либо это форсунки, либо это модуль зажигания, они мне сбросили все ошибки, сказали пару дней покататься и еще раз к ним заехать, то есть мне еще надо будет к ним заехать и посмотреть, какая у меня проблема и решить эту проблему. Ну и на этом, наверное, друзья, все, мы сегодня с Женей рассказали вам про проблему, глобальную проблему этого мотора B38 и два способа решения этой проблемы. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok